Здравствуйте, это главная тема на новостном портале Гагаузи МФМД. В ближайшие полчаса с вами буду я, Валентина Кехаёгла. Сегодня мы поговорим с вами о таком виде спорта в Гагаузи, как ММА. О том, как он перешел уже на международный уровень и даже уже на межконтинентальный. А какую цену пришлось за это заплатить, поговорим с основателем спортивного клуба «Леон Камрад» Эдуардом Кеся. Эдуард, добрый день. Добрый день. Эдуард, скажите, пожалуйста, сколько лет своей жизни вы потратили на то, чтобы взрастить в Гагаузи этот вид спорта? И что вам двигало в самом начале? Ну, начнем мы с того, что с самого детства я увлекаюсь спортом, буквально с первого класса. А сподвигло меня открыть этот зал в нашем регионе, популяризация вида спорта, как кикбоксинга один, далее смешные доборства и муай-тай. Так как в нашем регионе он не культивировался, поэтому я подумал, посчитал, что как бы неплохо было бы его здесь развивать. И меня поддержали президент клуба «Лахтавян Архьяну», президент федерации «Фея» Дарья Михайлович. И потихоньку, потихоньку мы начали развивать этот вид спорта на юге. Так как в центре и на севере он давно уже пропагандировался, поэтому мне хотелось, изначальная цель это было поддержание здорового духа населения нашего юга Молдова. Вот такие были первостепенные задачи, сказать, что из этого произойдет дальше. Настолько как бы никто не ожидал на самом деле, где-то даже сам я, но какие-то в любом случае в голове были планы, цели, какие-то мечты. И изначально как-то чувствовалось, что можно будет что-то сделать в командной работе, что и, грубо говоря, и получилось. Ну, готовьтесь, если чуть-чуть отойти, готовясь к этой передаче, я наткнусь в такую информацию, что вы начинали свою жизнь в спорте с футбола. Вы играли в дивизии А. Как так? Да, 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 да. Я с самого раннего детства занимался футболом. Также параллельно я ходил и на вольную борьбу, и ходил, и совмещал еще и кружок танца, в котором руководил мой отец. Вот. График такой был с детства плотный. Мне это очень сильно нравилось. Ну, в тот момент меня сильно упрекали, что там что-то там из спорта-спорта бегаешь. Ну, мне нравилось заниматься, так как я не занимался профессионально, поэтому... А когда поняли, что футбол уже не ваш? Ну, когда понял, что футбол не мой... Как сказать? Не то, что я понял, что футбол не мой. Такой был период, что надо было как-то двигаться дальше, чем-то заниматься. А на тот момент не хватило, может быть, терпения, упорства. Рядом людей, которые могли подсказать, и я уехал туда, в Турцию, за границу. И вот там я работал, и пропустил вот эти вот моменты, и потом, когда я уже вернулся, это уже было... Вы уезжали на заработки? Да, да, да. Мы такое. Было и такое, да? Было такое, да. Надо было пройти через... Более 3-4 месяца таких очень жестких, и тогда мне сподвигнуло, так я понял, что да, действительно, блин... Надо стараться, чтобы не по заграницам, да? Да, да, я никогда не забуду. Работал на фабрике, которая изготавливает хлеб. Сначала муку, а потом хлеб. Пекарни? Пекарни, да. Хазар называется, там, в Анкаре. Вот, это были очень-очень такие дни, я их никогда не забуду, если честно, они у меня прямо так в чердоке, в памяти запечатлелись. Да, это были очень веселые дни, очень интересные. Поэтому вот, ну, футбол всегда я люблю, где бы я ни находился, я всегда стараюсь играть и смотреть по возможности. Как бы это, на мой взгляд, это самый зрелищный вид спорта на всей планете Земля, и куда-то бы не поехал бы, с кем бы это не разговаривал бы. В любом случае, кто-то какие-то футболистов знает, либо увлекается этим видом спорта. Ну, а если возвращаться уже к ММА, скажите, пожалуйста, что было самое сложное на этом пути становления этого спорта у нас в Гокаузии? Ну, так-то, как и в их сложностях, я думаю, в жизненной пути у каждого человека встречается. Самое сложное, в принципе, было поменять менталитет наших, как бы, ребят немного, чтобы они посмотрели это с другой стороны, что если при правильной подготовке можно все эти травмы минимизировать. И, в принципе, нам очень сильно повезло, что у нас и был, и есть такой проект «Фея», такой проект «Иглз», где мы могли обкатывать наших ребят. Вот, это хорошая была платформа для старта, грубо говоря, наш молданский проект, который ребята могли себя продемонстрировать с той или иной стороны. Мне просто доводилось слышать очень часто от, ну, более таких взрослых тренеров, что у нас условия не те, финансирование у нас не то. Но вы достаточно за короткое время удалось вам взрастить чемпионов. Вот. В чем рецепт? Ну, знаете, и те тренера, к которым вам это говорили, они тоже правы. И в этой сфере тоже, как и всегда, и везде есть свои нюансы. Но я считаю, в любом виде спорта, в любой виде деятельности, если вы действительно хотите, чего-то желаете, то это действительно у вас это будет в той или иной мере. Поэтому, как бы, ну, попалась команда единомышленников, которые смотрели в одно и то же направление, то, что и я смотрел. И поэтому в этом плане мне очень сильно тоже повезло. Да. Самое главное – это окружение и какая у тебя команда. Один в поле ты не воин. Даже в нашем случае, когда у тебя такой вид спорта, как смешанные девушки с твоей мамой, либо муай-тай, либо ка-один, ты имеешь работу один на один. Вот. И в этом плане тоже очень важна команда. Да. Вы говорили, что успели еще позаниматься танцами, и я лично писала много новостей о победах ваших мальчиков, девочек маленьких. Ну, вы уже забросили это дело? Или как? Да, действительно, с этим я тоже столкнулся. Такие моменты были в моей жизни. Как бы, в принципе, я… Ну, почему вы так говорите с смущением об этом? Потому что у вас были хорошие достижения в этом направлении тоже. Да, действительно, были. Как бы, ребята неплохие, и гран-при брали мы. Ездили по Европе, я помню. Да, 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 совершенно верно. В международных соревнованиях, в европейских странах. Вот. Действительно, как бы, мой отец создал ансамбль «Кадынча». Вот, поэтому, как бы, хотел бы, я не хотел, он меня привлекал в любом случае в свою стезю, как бы, и мне тоже нравилось совмещать. Я всегда, как мне удавалось, я всегда старался совмещать все вместе и танцы, и футбол, и чуть-чуть там, любую, и все остальное. Как бы, мне нравилось быть активным, поэтому, в принципе, я помогал папе, как мог. Эдуард, если мы говорим с вами откровенно, вот, есть у меня такой вопрос, я лично слышала неоднократно, что у вас лучше получается учить детей танцем, нежели тренировать спортсменов, вот. Причем это говорили не спортсмены, вот. Что вы можете сказать таким советчикам? Ну, в принципе, каждый человек имеет право высказать свое мнение, поэтому, либо ты воспринимаешь, либо ты не воспринимаешь это мнение, но каждый человек, он может сказать то, что он думает. Вот. Что я могу сказать этим людям? В принципе, можно быть, с одной стороны, не видеть так позицию, с другой стороны, я вижу эту так позицию. Сказать, что они правы или не правы, тоже нельзя. Вот. Допустим, вы пришли с такой сумкой, мало ли что, может быть, она мне понравится, а ваша подружка скажет, да, у вас такой вкус, уберите ее, выкиньте, эта сумка вам не идет. Поэтому, в принципе, и там, и там мне плохие были результаты, поэтому в плане танцев папа мне всегда подсказывал свое видение, ну, я всегда делал так, как мне хотелось. Вот. Поэтому очень много было споров по этому поводу. Ну, опять же, результаты такие, как выезды на международные соревнования. Мы привозили гран-при и занимали призовые места, то, опять же, показывало, что вроде бы мы на правильном пути. Теперь что является основным вашим занятием? Ну, так же, так же сфера деятельности моей, которой я и занимался, это смешанные либорства, муай-тай. Так же я пробую себя и развиваю другую стезю. Вот. Она мне очень интересна, она очень близка к смешанным либорствам. А ты вообще зачем? Не хотите раскрывать скобки? Ну, не то, что не хочу я раскрывать скобки, просто как бы она сложная. Я даже настолько не думал, что она сложная, но она очень пересекается с нашими видами. Просто там не бьешь, а физическая подготовка, грубо говоря, именно функциональная подготовка очень-очень близка. Поэтому в этом направлении тоже это вызов. Я люблю вызовы, мне нравятся вызовы, когда стоят какие-то задачи, которые тебе говорят, не получится 100%. Да, что ты. Не трать время. Не трать время, да, это не будет. Да, кто ты? Да нет. Нет, это смешно. Вот это, наоборот, меня подбадривает. Это мне еще больше заставляет мотивировать, еще больше заставляет как-то фокусироваться на том или ином предмете, действии, в который цель поставлена. Вот это мне очень сильно нравится. Поэтому, как бы, я думаю, маленькие результаты, которые мы это сделали, это благодаря вот этим людям, которые они так говорят. Вы у нас тренер со стажем, сколько лет уже тренируете? Ну, не сказать, что со стажем. Ну, сколько лет тренируете? Не скромничайте. Ну, если взять сединобор, что это 16-го года мы открыли этот зал, поэтому здесь о каком стаже? Тем не менее, вы можете уже говорить, какая ситуация у нас с молодежью? Есть ли молодежь, которая подает надежды? И будут ли еще у нас такие вот чемпионы таких величин, как вот, не знаю, Афрамов и Романов? Молодежь есть. Молодежь есть. Молодежь есть очень перспективная, очень хорошая, очень талантливая. Но, в частности, вы сказали о подающих надеждах, да? Большинство из них, из этих подающихся надежд, они оставляют подавать надежды до конца своей жизни. То есть, не развиваются, да? Ну, да, поэтому здесь, на самом деле, очень сложное. Вот вы сказали ранее про двух спортсменов. Допустим, одному еще стоит доказать еще очень многое, другой уже добился очень многого. Поэтому, в принципе, здесь какая ситуация? Нужно очень много жертвовать своим временем, своим здоровьем. Это самое главное. И когда тот или иной человек, который подает надежды, взвешивает это все, к сожалению, он всегда выбирает чуть-чуть легче путь, так как уже генетически у нас сформировано тысячелетиями, что мы выбираем всегда легкий путь. Это не то, что вот вы или я, мы с вами так захотели. Мы всегда выбираем легче путь. Поэтому, в принципе, если углубиться в ваш вопрос, да, есть очень много талантливых ребят, но... Но большой спорт требует больших жертв. Да, если они действительно этого захотят, их слова с действиями не будут разняться, то действительно, они вообще никаких преград, тем более сейчас вообще нет завоевать ту или иную медаль. Просто нужно очень много времени, упорства, труда и очень много других вещей. Эдуард, не могу не спросить у вас вопрос, который интересует наших читателей. Закончилась ли эта история спортсмена Романова и тренера Кюся? Можно ли сказать, что у вас еще в будущем будет какая-то совместная работа? Или уже все? Точки на дверь расставлены? Вы знаете, никто не знает, что будет через пять минут. Выйду я с этой студии или не выйду я с этой студии, и вы не знаете, что будет через пять минут. Поэтому говорить что-то заранее, я думаю, неуместно. Пожему, увидим, все может быть. Ну, а почему так случилось? Давайте так. Было очень много, очень много раз прибыло и в социальных сетях, и вот не только. Не хотим никого обижать, только вот с вашей позиции. Вот что произошло? Почему дошли до такой позиции? Ну, смотрите. Видите, всегда надо начинать с себя. Виноват я сам. Я считаю так, что побеждает спортсмен, проигрывает тренер. Так же в любом коллективе, если ты тренируешь того или иного бойца, и необязательного бойца, то нужно начинать с себя. Где-то были упущены ошибки, были сделаны с моей стороны. Я сейчас про себя говорю, поэтому. Ну, что вы имеете в виду, что сам виноват? Нужно говорить, вы говорили. Нужно разговаривать, нужно где-то отпускать. Вот это проблема. Проблема, я думаю, проблема внутренняя, проблема эго. Взять так. Проблема собственности. Ты считаешь, что человек это твой, никому не хочется его давать. Это как твоя, грубо говоря, жена или там любимая девушка. Ты не хочешь ни с кем его делить. И, допустим, вот в этом плане. И в этом плане потом совершаются те или иные какие-то действия, за которые... То есть мы слишком эгоистичны, да, наверное, иногда, когда? Не вы, я не знаю. Мы? Ну, мы... Я про себя сейчас говорю, как бы, поэтому... В плане эго, имея в виду... Да, все мы эгоистичны на самом деле. Но в плане эго, как спортсмены, как тренеры, оказали результат, может быть. Вот и все. Ну и много-много других вообще вещей. Это как, знаете, когда люди живут вместе, много лет, а потом, когда расходятся, то начинается там нормальное явление. В принципе, вот... И это не единичный случай, если так сказать. Много вообще таких вещей есть. Поэтому, в принципе, просто надо делать выводы. Я считаю, надо делать выводы. И те поступки, которые были, их не делать, в принципе. Ну, вы сейчас сказали, вы сейчас затронули вот эту... Больную тему? Ну, при чем здесь больную тему? Да, в принципе, это для кого-то это больная тема, понимаете. У кого-то там дом сгорел, или там родители умерли. Тема это вообще, это... Тема двух мужчин, грубо говоря, все. В принципе, ну, вы сейчас это задали. А никто не вспоминает хорошие моменты, что было с самого начала и так далее, но это подобное, как бы... Ну, мы о хорошем всегда говорили. Ну, вот лично меня вы не можете попрекнуть. Я очень много хорошего написала и говорила. Я не вас, я просто вообще... В общем, в принципе, как бы, ну, завтра, пусть завтра, вы думаете, у тренера по, я не знаю, там, по тэквондо или там по теннису не бывает таких вещей. Да, всплываешь и рядом. У самого же у него, у этого спортсмена, который станет тренером, такие же будут проблемы, грубо говоря. Это круговор событий, это было и 10 лет, и 100 лет, и 200 лет назад, было до нас и будет после нас. Поэтому, в принципе... Я помнила этот арт. Я поняла. Позиция... Если можно, если вы мне позволите, я хочу задать вопрос вам из категории, что называется, личного. Мы вот сейчас либо докажем, либо опроверглены услухи. Говорят, что вы переехали в Америку с семьей. Это так? Нет, нет, это не так. Я живу в Камрате, вот. Да, так получается, что я мало бываю дома, в принципе, вот. Но в Америку я не приезжал, как бы, в принципе, да, я там много раз бывал, вот. С семьей были? Много... Что вы... С семьей... Под семьей. Да, ну, там супруга, ребенок, я не знаю. Нет, семьей в Америке не было. Скажите мне, вот, мне, читателям, телезрителям, чем вы в своей жизни гордитесь больше всего? Горжусь. Хороший вопрос. Лично я чем горжусь? Ну, пусть для людей, может быть, это покажется мелочью, но лично для себя я горжусь, что... И я все-таки помог людям изменить свою жизнь. Некоторым. Пускай на короткий период, либо в долгосрочный период. Я... Получилось просто развернуть их на 180 градусов, вот, так как, конечно, это с помощью команды, которая меня верила, верит. Вот. Вот, мелкими нашими победами на международном уровне, на локальном уровне, вот. Пусть для кого-то это будет мелочь. Для меня это очень, очень, очень как-то в истории заглянуть радостно, вот. Что есть чемпионы Молдовы, есть чемпионы Европы, есть чемпионы мира, есть бойцы, которые вступают на тех или иных проектах. И даже пускай сейчас я, допустим, их не тренирую, и я их не веду, но все равно это моя частичка. Ваше начало, да? Под ваше начало мы не начинали. Скорее всего, и начало, и это все-таки в любом случае заложено какие-то труд, детишка сердца, и много что мы прошли с ними вместе, и как-то это все-таки из памяти ты не сможешь выдернуть. Вот. Также я горжусь своими детишками, которые у меня растут, это для меня тоже большая гордость, вот. Ну, это такая, мой внутренний мир, это в дальнейшем, в принципе, я на этом не собираюсь останавливаться, есть другие вызовы. Если мы говорим о том, чем вы гордитесь, сразу хочется спросить, а есть ли что-то, за что вам стыдно в этой жизни? Ну, смотрите, стыдно. Возьмем так, каждый человек, каждый человек совершает те или иные какие-то поступки, к примеру, сказать, что стыдно, а мне... есть за какие-то вещи, которые я бы исправил, вот, исправил, которые я бы не допускал, в силу того, что я очень вспыльчивый, очень резкий, много вещей, которые я сделал, не обдумав, вот, силу своего характера, сказал, посмотрел, и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы исправил бы некоторые вещи, вот, во многих сферах, и в личной, и по отношению в кругу семьи своей, вот. Но в прошлом уже нельзя жить, и я считаю, что нужно просто делать выводы, и самое главное – работать над собой. Работать над собой – это самый огромный труд, и над этим нужно делать, работать повседневно, вот, чтобы не повторять те или иные ошибки, если их сделалось огромное количество раз, то хотя бы с каждым днем ты выбирай по какому-то проценту, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В принципе, вот так вот, как бы... И вот, подытоживая нашу передачу, завершая ее, вот, поделитесь с нами вашими планы. Есть какие-то, вот, вы сказали про вызовы, какие вызовы у вас стоят на поездке дня? Ну, смотрите, планы такие, как... У меня стояли какие-то внутренние мои мечты. Я хотел попасть, допустим, в ту или иную страну. Я попадал туда. Я хотел, чтобы у меня были чемпионы Молдовы, чемпионы Европы, мира и так далее, и тому подобное. Я... Достиг. Достиг с помощью своей команды, которая помогла мне в той или иной сфере. Вот, поэтому сейчас есть новые вызовы, и также хотим развиваться и в других направлениях. Ведь мои бойцы же не только выступали по смешанным недоборствам, они участвовали и по боксу, и по карате даже участвовали, и по тэквондо. Поэтому это тоже вызовы, тоже какие-то новые видения, и это тоже их развивает. Дальше есть, естественно, человек без цели, без амбиции, это мертвый человек. Есть, конечно, цели, амбиции, в которых я буду двигаться по возможности и буду стараться их реализовать в той или иной сфере. А дальше уже как получится, в принципе, будет видно. Но желание есть, и в принципе, как бы все к этому идем. Вот так вот. Спасибо большое. На этом наша передача подошла к концу. Сегодня мы беседовали с основателем спортивного клуба «Леонка» Мрад Эдуардом Кися. Эдуард, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Получилась такая теплая беседа, много интересных вопросов затронули. А это была «Главная тема» на новостном портале КГУЗ МФОМД. Меня зовут Валентина Кихайога. Всего доброго. Главная тема.